Сейчас я вообще почти не пью. С алкоголем были отношения такие же, как и все. Не было таких вот привлечений, какие были у Венечки Ратвеева, конечно, да. Вот он создал великую поэму российского алкоголизма, да. А, ну, я бы ответил на этот вопрос так, как касается меня, да, ну, всех, кого я видел в 60-е годы и так далее. И ответ на это, на это такое мощное увлечение, да, алкоголем, да, ну, выход на это, на это дело... Там даже несколько ответов, так сказать, да. Самая классическая формулировка. Сказал один эмигрант в Америке, когда мы жили. Он сказал, всем лучшим в себе я обязан водке. Вот такой парадокс. Обычно часто бывает наоборот, да. Он говорил так, а заключалось в том, что в такой необычной ситуации, да, когда, с одной стороны, разрушили все традиционные ценности, да, религиозные и так далее, с другой стороны, не хотели какой-то выход найти. То есть алкоголь был как, ну, как защита. Как защита от гнета вот этого мира, да. Искали просто... Это с одной стороны. А потом это, не знаю почему, но это давало какой-то подъем, какой-то кайф, потому что это не было просто, вот насколько я знаю, эту среду такую, в 60-х годах интеллектуальную, не только мою среду, или не конформистскую, но и официальную среду, да. Искали, что это было не просто питье, это была часть бытия, да. Собирались и за, там, заводкой, да, обсуждали самые важные вопросы. То есть это не было так, чтобы уход в алкоголь и такое алкогольное безумие какое-то, да. Нет, этого не было совершенно. Наоборот, алкоголь помогал контактам, помогал встречам, помогал раскрытиям души, вот всем этим русскому такому общению, на совершенно таком раскрытом уровне, да. И это... Он просто сопровождал, можно так сказать, встречи и сопровождал все наши беседы на самые интересные, высшие темы, да. Так что, это была и защита от строя, в том числе, и такой допинг, который как-то обострял наши чувства и беседы были интереснее, вот. И способствовал даже каком-то углублению, то есть, тогда это не было средство разрушения совершенно, по крайней мере, вот, 60-70-х годов. Потом, конечно, там, в народе мы видели, что у многих это было, уже шло самовозрушение полностью. Исчез, пожалуй, это почему-то лишилось того характера, который это было в 60-70-х годах. Там это был какой-то даже мистический элемент. Это защищало, была какая-то защита даже. и какой-то выход немножко на измерение. То есть, это играло в какую-то дезинфициальную роль. Сейчас я не думаю, чтобы это было так. Это просто как обычно. Но какой-то был еще и средством коммуникации. Да, вот я об этом и говорю, средством коммуникации. Вернее, и так коммуникация была, но какого-то углубления коммуникации. углубления ее и давало возможность раскрываться перед друг другом до конца. До... Это как-то возбуждало все уровни души. И шла очень сильно такая коммуникация необходимая даже для творчества. так что... Так что... Но, конечно, все хорошее, как выразится, вот этот человек, да, всем хорошим себе и обязан. Водки все хорошее обязательно в этом мире сопровождается минусом, негативным какому-то. чаще всего. конечно, негативного было тоже в этом много. И... нам надо научиться сохранять ту возможность коммуникации, которая так интересна в российской жизни была всегда. Я расспрашивал, как жили люди до революции в этом плане, да, потому что в 60-е годы масса людей жила в дореволюционной... родились в дореволюционное время, да, в 50-е годы, там, в 40-е годы. Вот. Ну, ответ был обычным, прям такой. Во-первых, народ был более жизнерадостный. Вот. Это черта такая бросалась в глаза. Это играло роль в религиозные праздники большие, да. Вот. Дома были открыты во время Пасхи. Я мог, любой человек мог войти в любой дом угощаться и так далее. В общем, но пили тоже, пили тоже, но, конечно, не так жутковато, как при советской войне. Так, конечно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.